привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру внутренняя тьма в последней серии мы застряли последняя серия была довольно таки коротенько это потому что мне сейчас сломались часы мне просто не на чем засекать время но как бы там ни было давайте продолжать дальше у нас было довольно таки не очевидное решение дело в том что чтобы продвинуться дальше нам нужно дату смерти собственно из вот этого свидетельства смерти совместить сейчас покажу короче говоря без 100 грамм как говорится не разберешься нам нужно пойти в дом кларка тут и тут его пойти в сторону подвала и здесь в подвале чтобы вы думали здесь у нас среди прочего ну как ты увидишь что в тут лопата стоит это же так заметно верно так выделяется прям нужно подойти к ней и потрогать ее это он скажет на этой лопате мокрая земля лопата на которой налипла мокрая земля теперь это еще не все это еще только частью головной боли который нужно было решить здесь в зацепках у нас есть смерть кларка филда допустим и лопата на которой налипла мокрая земля мы их вот сюда вот так в зацепки складываем оба и теперь нажимаем обмозговать кто-то проник в дом мистера филда и что-то выкопал кто бы это мог быть такие вот короче говоря дела это нам все равно в принципе ничего не дает но теперь мы по крайней мере от этих зацепок избавились и они нам будущем помогут сейчас мы направляемся на второй этаж к тому чемоданчику с кодовым замком и открываем его это тоже довольно не просто было но тем не менее эта игра вообще крайне непростая именно в плане головоломок но я думаю слава богу что у меня есть люди которые могут мне подсказать что да как иначе бы это прохождение затянулось просто на века это же никого не нужно верно гряжем время короче говоря здесь нужно ввести четырехзначное число вот на этом сейфе среди прочего вот в этом тексте мы заметили зацепку то есть что в 22 года он получил свою компанию когда мне было 22 года мы вместе с стали владельцами отцовской компании это та самая запись которую он говорил что о своем нездоровом увлечении запах запахами звуками с могил который он записывал так вот день рождения мистера кларка семь шестом году семь шестой год плюс 22 это 1998 такие моменты ощущаешь себя прям шерлоком комс элементарно ватсона так давай 1 9 9 8 лично я открыл значит в качестве кода он использовал год когда завладел компании значит да логично так открываем угол так давайте посмотрим что здесь у нас кассеты диктофон и записи это записи мистера филда новые записи будем надеяться что на них игра не повесен как на старых нет все окей 9 06 2011 прошлым вечером когда мы беседовали ивар выболтал мне что у него есть некое тайное место в нордвудском лесу я хорошо помню это потому что когда он понял что проговорился он попытался сменить тему но потом он убедился что я заметил его ошибку и тогда сказал мне что вскоре собирался пригласить туда и меня но сначала ему надо поговорить с какими-то неизвестными мне людьми он немного рассказал об этом месте и в частности упомянул что она уже долго стоит пустым но с эстетической точки зрения идеально подходит для таких людей как мы он рассказал мне несколько историй об этом месте находящемся вдали от любого жилья и о событиях что когда-либо разворачивались там и вы рассказал что это место всегда считали сосредоточить сосредоточением зла ой ничем закрыл то что ж такое к новому что никак не привыкла случайно все кнопки нажимаю очень чувствительно даже если не брать во внимание некоторые слов которые о нем ходят неизвестно кто построил его и когда со временем люди стали бояться его а потом и всего леса после этого он ушел пообещав мне что скоро пригласит меня в это место где собираются его близкие друзья когда за ним закрылась дверь моя голова наполнилась странными мыслями после всего того что было сказано многим покажется странным то что я желал попасть в это место средоточие тьмы и мифов темных веков но как раз такие вещи и приносит радость людям вроде меня 15 на 7 2011 прошло немало времени прежде чем я все же попал в это тайное место куда пообещал отвезти меня и варх в эту ночь разыгралась буря и отправился в нордлудский лес место куда ни один человек не пойдет после захода солнца безлюдный сумеречный облик способен привести в ужас даже храбреца я вел машину через лес по неровной грунтовой дороге среди туслых блуждающих огоньков и звуков напоминающих ночные мелодии фаунов вдруг я увидел или подумал что увидел трещины в земле ведущие наверное к подземным пещерам или расселинам про которые в детстве слышал много историй ведь некоторые из этих пещер называли местом где видим проводят свои шабаши это лишь усилило мое волнение возможно из всех историй меня больше всего впечатлил случай который произошел в 200 лет назад с пьяницей по именем аннибал глаусио с ужасным криком этот человек убежал в город и его следы по дороге вели из леса у него сильно текла кровь и своими воплями он разбудил всех горожан собравшихся вокруг него я прочитал старой газете историю который рассказал сам свихнувшийся пьяница он говорил что в небольшой пещере в лесу у подножия горы нордвуд он видел группу людей в одеждах и шкур животных что-то съев эти люди уселись вокруг темные дыры похоже на колодец и начали стучать лап ладонями по земле извлекать звуки из какого-то музыкального инструмента как который пьяница сказал что тот был установлен на самом краю дыры на этот зов откликнулась некая тварь и поднялась из глубины ямы увидев ее пьяница закричал ажданойт и с этим криком бежал всю дорогу до города кстати говорится что жители города решили будто у бедняги было белая горячка что он выдумал всю историю я заинтересовался этой историей нашел в ней совпадение с некоторыми историческими фактами которые просто не могли быть известны простому городскому пьянчушке они балу глаусил возможно из-за этого в ту ночь я ехал через лес с чувством волнения в груди я уже ни в чем не был уверен когда я добрался до этого зловещего строения расположенного на утесе рядом с лесом было два часа ночи оно было невелико но старый разбухший от воды доски почерневший от времени и поеденные червями придавали ему пугающий вид а поскольку в темноте я не мог как следует разглядеть его она показалась мне еще более жутким может быть именно такое издание смотрел этот эдвин пикман когда писал залиты солнечным теплом как тень беды среди дороги стоит дотла сгоревший дом таинственный одинокий кроме меня ивар на этом на этой встрече было трое странных людей проходило время наши диалоги становились все глубже и ощущал что слова и выражения лиц собеседников создают вокруг меня осезаемое ощущение зла от которого мои члены сводила дрожь сперва я подумал что виной этому ощущению от которой я не мог избавиться и который сковывал у меня возраст здания большая высота но теперь я дорожу от страха еще сильнее чем тогда вспоминая как я смотрел в пустые словно у трупов глаза этих троих видел движение их неестественно тонких тел и слушал слова на неизвестном языке которые они шептали при глядя мне в лицо в этом поеденном червями доме стоящим на зловещем утесе мы до утра разговаривали о темных тайных и неизвестных событиях не обращая внимания на холодный пронизывающий ветер боющий в прогнивших досках возможно мне помогли не обращать внимание на холод и что самое важное на этих троих кадавров именно темы наших бесед которые действовали на меня подобно наркотику мы говорили о вещах недоступных человеческому разуму и воображению я увидел древние скрижали старинные фолианты услышала машине которую посмел упомянуть своих трудах франц месмер и о могущественных алхимиках и магах чьи имена неизвестны простым людям я все время думаю о том что есть еще так много вещей которые мнению не успели сказать показать долгое время не казалось что я слышу какие-то странные звуки которые сливались с ревом моря и грохотом бури но я не посмел говорить о них когда увидел что другие не обращают на эти звуки внимания теперь я с уверенностью могу сказать что этот лес не место для здоровых людей это место где твари ночи собираются чтобы поклониться не к те пляшут воют прыгают с дерева на дерево и приносит жертвы в своих подземных ходах больше я не осмелюсь пойти в это проклятое место которое принадлежит лишь духом леса восемнадцатое но седьмое похоже я потерял свой органайзер в колодце когда выбирался оттуда и это пугает меня я не могу найти его хотя обыскал весь дом старую квартиру в центре и мой кабинет это очень печально особенно для меня ведь моя рассеянность дошла до такой степени что я могу забыть что произошло час назад но я не хочу спускаться в колодец пусть даже только один раз чтобы достать органайзер какая ирония после всего этого безумия я остаюсь здесь потому что сам этого хочу так они это ли дата нам пригодится 18 07 2011 вот эти из них есть не надо понять и кто-то не т employment давайте попробуем кассета номер один из них нет нужно стоять кассета так сначала он органайзер давать попробуем 18 0,7 1,1 Подопись не найден, понятно Так, кассета Давайте посмотрим, что на ней Понятно, обычная кассета Так, готов А, вот Старое заброшенное кладбище на трясинах Брэнгстен Время 2.48 5 октября 2010 года Ничего за звуки Ого, это уже нехорошо Качество записи, конечно, отвратительное Ну, звуки, да, какие-то непонятные Ничего, долго слушать? О, ты посмотри Нехорошие звуки О Что за жуть какая-то Так, блин, подожди Старое заброшенное кладбище Старое заброшенное кладбище Да, понятно Трек 2 Да Он явно не сошел с ума Это какие-то нехорошие звуки Я вам точно скажу Трек 3 В пещере Рядом с Нордвудским лесом Время 16.22 14 ноября 2010 года Прикиньте, в таком месте жить, да? Когда вокруг тебя такая хрень творится Еще потом в доме у тебя в подвале Может быть нечто подобное Ну и нафиг Вон там явно не один в этой пещере был Так, четвертый трек У колодца в моем подвале Время 22.56 13 февраля 2011 года Да, в колодце у тебя вообще там беда какая-то Нехорошие звуки надо отметить Что-то вообще густо пошло Куда ты, братень? Куда ты вообще не туда вляпался, надо сказать Так, ладно, пятый трек Так, можно долго слушать В моей спальне Время 3.13 12 марта 2011 года Ну это да, мы слышали Когда ходишь по этому дому Постоянно движуха нездоровая Как будто топчется кто-то над ним Колодцы Время 22.42 22 мая 2011 года Да ну нафиг в таком доме жить Это же дурдом вообще какой-то Не, ребята, я бы не смог Просто представьте, что вы вот так вот Без 10.11 сидите У колоколодца в своем доме С диктофоном И слышите вот такие звуки Это же вообще офигеть просто В метрах там в 10 под собой Это тоже там же, я так понимаю Так, ладно Восьмой штаб В домике Ивара Время 3.07 5 июля 2011 года Ты там позаписывать успел? Ну у него-то еще сравнительно поспокойнее Понятно, короче говоря Нахопался по полной программе Приключения на свою задницу Наш герой Вернее не наш герой А погибший уже Погибший уже человек Собственно убийство Которого мы и расследуем И что же нам теперь делать? Какие у нас еще зацепки оставили? Что нам нужно тут? Кто-то что-то копал Дату нужно какую-то ввести Но я не знаю какую А так в целом Блин, я честно говоря Просто уже Вроде бы все, что тут можно было сделать Я сделал Давайте пойдем все домой Попробуем поспать Может быть А в следующей серии уже Возьмемся за что-то За что-то другое Что-нибудь придумаем Ну, надо сказать Эти записи внушают, конечно Надо бы их по полной послушать Хотя бы для себя Потому что это офигенно интересно По-моему Посмотрим Качество, конечно Оставляет желать лучшего Постоянно щелкает все Заикается Но сами все записи интересны Особенно из колодцев Я не хочу спать А, не хочешь спать? Мне показалось лучше Ну ладно-то Давайте на этом прекратим Эту серию В следующей будем продвигаться дальше По этой запутанной и сложной Игре Игре И по этой запутанной Историей Несмотря на то, что она такая Головоломная Она мне очень нравится И тем, что это как и Шорох Очень такая книжная история Очень неторопливая Размеренная И при этом какая-то Довольно-таки Уютная Несмотря на то, что Жутковатая В общем, такого мне Очень давно не хватало Надеюсь, вам так же Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok